И в очередной раз здравствуйте. У нас все получается? Да, Ольга, здравствуйте. Леш, я очень рада тебя видеть. На самом деле очень часто возникает вопрос, как люди и по каким причинам люди вообще попадают в продажи, потому что мнение о том, кто продает и как продают разные. Вот как ты оказался? Слушай, ну я вообще в продаже с 2003 года и в продаже, можно сказать, с одной стороны попал случайно, с другой стороны ничего не бывает в нашей жизни случайности. Произошло все максимально просто, они пригласили на собеседование в компанию. Я пришел и когда начали общаться с собственником бизнеса, я понял, что у меня с одной стороны нет опыта продаж, с другой стороны я увидел мотивацию менеджера продажи в той компании. И в тот период у меня родители зарабатывали порядка там полутора-трех тысяч рублей в месяц, это был 2003 год, а средняя зарплата менеджера продажам в той компании была порядка 48 тысяч рублей. И у меня не было опыта, у меня не было навыков, у меня на основном всю деревню был один телефон, а здесь нужно было заниматься продажами, именно по телефону. Мы продавали валенки, сапоги резиновые, мне дали территорию ответственности от Читы до Омска, и я тогда понял, что навыков нет, но я точно разберусь, потому что за это платят хорошие деньги. И для меня на тот момент была основной мотивацией, это именно финансовая мотивация. Леш, я правильно понимаю, что твой трудовой опыт начался с найма. Как ты из формата наемного сотрудника переквалифицировался в достаточно серьезного, уже состоявшегося предпринимателя? Слушай, ну да, я построил карьеру в найме, я всегда работал на руководящих должностях, я буквально 2-3 месяца был обычным менеджером, далее стал руководителем группы, посоветовал начальником отдела маркетинга, посоветовал начальником отдела продаж, и я построил карьеру, в 13 лет я работал именно в продажах, в управлении, в маркетинге. Последние 5 лет своей карьеры работал директором филиала, но всю свою трудовую деятельность, я параллельно смотрел всегда по сторонам и пробовал много мелких бизнесов. Параллельно с наймом я запускал какие-то небольшие магазины, магазин футболок, магазин строительных материалов, салон итальянской мебели, это были абсолютно разные сферы бизнеса. Я тестировал, почему? Потому что, с одной стороны, зарплата была достаточно хорошая, но с другой стороны, не хватало свободы, не хватало свободного времени, и поэтому я всегда смотрел по сторонам, искал что-то для себя, где будет и личностный рост хороший, но и при этом еще буду зарабатывать хорошо и будет свободное время. И вот именно как к предпринимательству пришел, ну, на самом деле получилось все максимально прозаично и просто. В конце 2015 года, там, ноябрь, там, число 30-е, я попал в больницу, вообще не понимая, что со мной происходит, меня увезли на скорой, и, ну, там, провели кучу исследований, обследований, точнее, и не могут выявить причину. Мне просто предлагают завести камеру, там, вскрыть живот, завести камеру, и последняя мысль, когда я лежал на кушетке, мне вводят наркоз, и у меня последняя мысль была, а что я оставлю после себя, если я завтра не проснусь? У меня двое детей, там, родители, и на этот вопрос не смог ответить. Невероятно. И это было принятием решения, что я ухожу с найма, я еще не знал, чем буду точно заниматься, за год и попробовал после этого порядка 10 разных направлений бизнеса. И как выбор пал на сетевой? А вот как раз, наверное, благодаря тому, что я попробовал разные направления бизнеса, плюс я много общался с другими предпринимателями, и с продуктом UDS я уже был знаком как предприниматель, потому что я работал директором филиала, я сам пользовался продуктом UDS в бизнесе, где являлся управленцем, и уже находился даже партнером с 2015 года. Но именно решение делать бизнес сетевой как бизнес я принял в феврале 2018 года на мероприятии компании на итогов года. И почему было такое принято решение? Потому что я на тот момент уже разобрался с моим моделью продвижения, я понимал, что это самая честная, самая прозрачная модель бизнеса, когда реально ты работаешь на изменение благосостояния других людей. То есть и лидер любой сетевой компании, тогда я уже понимал это, что он пришел к своему лидерству не просто так, а значит он помог большому количеству людей. А мне всегда нравилось работать с людьми, и даже когда работал где-то в продажах, в управлении, я всегда достигал цели через результаты других людей, через менеджера по продажам, через сотрудников, ну и так далее. Слушай, как меня откликается твоя история, потому что очень я вот вижу этот отклик в людях, когда мы помогая, да, и получаем, собственно говоря, деньги, они являются естественным уже вознаграждением проделанной работы. Сейчас в твоей команде большое количество людей, и самое удивительное, что там не только предприниматели. Расскажи, пожалуйста, о каких-то ярких, так скажем, персонах в твоих партнерах, среди твоих партнеров, которые вот, ну, наверное, будут удивительны сейчас тем людям, которые смотрят наше интервью. Ну, на самом деле, да, то есть у меня сейчас брать команду, она меня очень сильно помолодела за последний год чуть больше, и приходят ребята 20-25 лет, и они даже в этом возрасте начинают добиваться результата в нашем направлении. Причем тех результатов, которым я, например, в найме шел, там, по 5 лет, по 7 лет. И что это дает, во-первых, да, там, точнее, благодаря чему это происходит? По факту это происходит потому, что когда человек приходит в сетевой бизнес, он в плотной связке работает с более опытными кураторами и наставниками, которые его на каждом этапе сопровождают. И если ты не из каких-то там последних побед ярких взять, да, вот у меня сейчас Кемеровский регион запускается активно, и у меня там половина команды, это ребята, просто служащие МЧС. И приходят с зарплатой, там, 40-50 тысяч рублей, есть ребята, которые за месяц делают 70 тысяч рублей за первый месяц, просто придя без опыта и компетенции. Есть кто делает там 150 тысяч рублей за первый месяц. Кто-то скажет, что они большие деньги, но когда у тебя зарплата 40 тысяч рублей... Конечно, все познаются в сравнении. Да, и ты пришел без опыта, и ты еще и совмещаешь. Я вижу, как меняется их мышление, как меняется их восприятие в целом жизни. Слушай, это замечательно на самом деле. Вот ты затронул очень важный момент, когда с одной стороны кажется, что если сетевой там обещают какие-то безоблачные деньги, ты говоришь про реальные вещи, то есть зарабатывая поначалу, да, там небольшие деньги, чуть больше, да, той заработной платы, которую люди, например, в найме получают. Уже люди понимают, что да, у меня получается. Слыша то, как ты говоришь, про наставничество, про поддержку, про сопровождение, правильно ли я понимаю, что неважно в каком возрасте, неважно в каком статусе, неважно какая сфера деятельности, ну, при желании можно разобраться. Конечно. У меня сейчас в целом команду братья, есть ребята, кому им 18 лет, а есть кто-то, потому что предпенсионного возраста или даже пенсионного. Причем есть один из примеров, это у меня партнер в Тюмени, он пришел в бизнес в 39 лет, всю жизнь проработав на заводе слесаря. Вот так. И когда его пригласили на встречу, вот у меня первая мысль была, а ему-то что здесь надо? Ну, я думаю, ну, все, то есть как бы человек уже полностью там, ну, прожил основную часть активной жизни, и зачем ему еще что-то менять? И какой ответ ты получил? А он сказал, я же 100 лет хуже остальных, я не хочу всю жизнь прожить так, как я прожил предыдущую. И да, у него сейчас нет сверхрезультатов, но он сейчас делает шаги, и у него за последние два года очень сильно жизнь поменялась. Он поменялся в мышлении, он поменялся в отношении к людям, и он сам просто даже внешне изменился очень сильно. Слушай, это здорово, на самом деле, когда ты можешь так быть полезен и раскрыть людей совсем по-другому. Что бы ты сейчас порекомендовал, может быть, пожелал тем людям, которые, видя вот этот видеоролик, это интервью, сейчас находятся в состоянии, может быть, раздумий? Ну, в первую очередь, я бы рекомендовал разобраться. Разобраться, во-первых, с самой идеей нашего продукта, нашего бизнеса, и разобраться с самой индустрией сетевого бизнеса. И поставить цели, для чего вообще, если есть запрос на изменения, то для чего эти изменения создавать? Потому что это видео уже не случайно, человеку пришло это видео. Ну да, под запрос, как говорится, да? Да, да, да. Отлично, Леша, благодарю тебя за интервью, благодарю за историю. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!